так вот такой вот такой у нас ремонт забыл сказать кастрюли вот эти бочки но я посмотрю как они сейчас напишу здесь как они называют правильно 1400 сейчас еще покажу что и давай так ремни спицы спицы очень мало до 4 пачки ножей таких вот сюда не в копейке стоит держать ли он накладная достань накладную как раз сейчас скажу как она правильно называется кастрюлю так в общем вот палец колесный граблей 20 штук цена 50 рублей ремень 165 420 ремень 85 420 как кронштейн ножа 250 ножи по 50 болт под шестигранник 50 эту дополнительно заказывал ее нахрен нету были так что не покажу как она называется еще болты должны быть да он вижу ладно все пока приходи чайку попьем что там игр там по-моему их она и тарелки на нет да чудо в трещинах все давай ладно с ним а ключ ты взял этот да ну сколько же она уж четыре года наверно до 15 до год я купил и как раз вовремя то что это миска силу по идее ты блять она вечно должна быть меня как она от отлетает она сделана то на соплях стакан то он отлетел сварка его начало качать да хули у нас такие укусы накосы давай закрутим так интересно поставим нет кастрюлю да и напротив протягивает хорошо чуть мне кажется мне неправильно делаем или правильно все про так сняли тарелку получилось у нас так вот херня то есть поменяли вот тарелку сейчас эти держатели ножи игорь открутит и мы их может поменяем может нет такая у нас теперь будет турецко-польско с ремни старых стоят этот новый не ставить подтянуть маленький 24 здесь так подтянул собрали мы косилку я хочу сказать вон собрали это была верхняя у меня в запасе уже давно это я покупал не помню сколько верхняя тарелка ну тоже что-то около 1800 или 2000 не буду врать болты нижние тоже покупал этот который под шестигранник но в общем собрали сейчас поеду попробую косануть чё она покажет да она все нормально пока что в предыдущем видео показал этот ремонт не к тому что я говорю что это косилка плохая хочу показать просто у кого они есть как бы показать какие наиболее частые поломки в данных косилках бывает из-за чего это из-за чего вот эта вот часть она у них чуть-чуть прихвачена вот вот это место то есть она в двух местах здесь прихвачена но на этом не видно и так потихоньку сварка отрывается а все из-за того что вот посмотрите видите это все удары камней то есть у нас много полей было некоси мы раскашивали потом кусты в основном это камни удары 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 и он начинает вести она начинает уходить со центровку и за этого она и отрывается и вот такое происходит ну вроде все наладили осталось еще метр восемьдесят пять наладить ну вот это вот у всех она мне кажется болезнь такая подшипники я менял только на этих тарелках подшипники они менял пять лет у меня уже стоят только в этом году стали пробуксовывать ремни кашу я на ней в среднем она в сезон косит гектаров 50 40 50 гектаров она точно то есть вот пять лет сколько она откосила гектар 300 она точно наши первые два года и только ей косили и она очень много косил в этом году только метр восемьдесят пять и она метр восемьдесят пять поменьше косит ну это я имею ввиду у нас стало косить меньше а так вот наконец-то мы поменяли верхний сейчас ножи поставлю и поеду попробую она все на этом вторая часть я думаю ну наверно покажу как она будет косить так 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 Продолжение следует... Ну, маленько показал, как она косит. То есть после ремонта. Сейчас остановится, посмотрим. Но, по-моему, без проблем. Единственное, кожух забыл заказать, но это из-за кардана, что я не снимаю кардан. Бем, не ходи, иди сюда. Вот как-то так. Ну, в принципе, она мне нравится, и косил я и другими косилками, и кренками, и этим. Без поломок, ну, никак. Так, вот он. Новый диск, новая тарелка. Все новое. Пришло таву. Все идет вроде нормально. Низ не шатается, вверх не гуляет. Вот так уже подчистила. Подбила траву. Вот такая тавка. Не знаю, говорят, у нас до 23-4 передают сегодня 20 сентября. Вот. В принципе, невысокая, сантиметров, наверное, 20. Ну, отличный волок. Нравится. Ну, не получится, значит, все наше. Закатаю, и все. Осталась там у меня одна бухта стреча. И закатаю. Ну, все. На этом все. Снял итоговое видео по ремонту, как мы делали, где заказывал запчасти. Так что, комментируйте, спрашивайте, что я знаю, подскажу. Кому полезно было, я буду рад данное видео. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok